Всем привет! Вы давно просили приготовить тевтели и наконец до них дошла очередь. За основу я взяла рецепт из сборника рецептур блюд и кулинарных изделий. Есть вариант без риса, но хлеба берется столько же, сколько и мясо. А есть вариант тевтелей с рисом, их и берем за основу. Но конечно же я не могу взять голый рецепт, я обязательно его модернизирую под себя и покажу вам сейчас, как я это делаю. Тевтели бывают? Микрофон ударило. Наконец до них дошла... Лайк, подписку не забыли? Ставьте и погнали! И прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить одного очень благодарного зрителя, который поддержал наш канал финансово, с карты которая заканчивается на 17.55. Большое тебе спасибо! И нам понадобится свинина и говядина по килограмму, лук репчатый 400 грамм, чеснок 50 грамм. В оригинальном рецепте чеснок не нужен, ну что поделать, я люблю чеснок и я его добавлю. Соль 25 грамм, перец черный молотый 10 грамм. Для пассировки лука и жарки тевтелей я взяла растительное масло 50 грамм. Еще добавим фарш рис отварной, его приготовим отдельно. Для него мы возьмем крупу рисовую, я взяла сегодня длиннозерный, ну и круглозерный тоже беру 180 грамм. Вода простая питьевая комнатной температуры 350 грамм. 10 грамм соли. Масло сливочное 20 грамм. Для начала сварим рис. Для этого рисовую крупу засыпаем в кастрюлю и тщательно промываем до тех пор пока вода не станет прозрачной. Готово, рис промыли, заливаем воду и отправляем кипятиться. Чтобы не отвечать на миллион комментариев, почему я не помыла рис в отдельной чашке, отвечаю я феноменально лениво. 90 процентов моих телодвижений сделаны для того, чтобы освободить побольше времени. Поэтому, чтобы не мыть дополнительную чашку, я мою рис в этой же кастрюльке, перекладываю рис в первую чашку и подогреваю уже воду для варки риса в той кастрюле, в которой я его и мыла. Довели до кипения, подсаливаем воду, закладываем рис и убавляем огонь до среднего. Теперь будем варить 20 минут. Пока варится рис, нарезаем мясо и пропускаем через мясорубку вместе с чесноком. Лук не пропускаем, его мы будем пассеровать. На раскаленную сковороду вливаем растительное масло. Закидываем лук и обжариваем до полупрозрачности. Готово! Отставляем в сторону и даем немножко подостыть. Лук я далеко не всегда обжариваю для тефтелей. Иногда я его просто пропускаю через мелкую мясорубку. Рис и лук подостыли. Солим и перчим фарш. Добавляем рис, добавляем лук и будем тщательно перемешивать. Не подрасчитала немножко, беру миску побольше. Фарш получается довольно плотный и совершенно не липнет к рукам. Потому что мы при пассеровке добавили растительное масло и от этого фарш стал более жирным и не липнущим к рукам. После того, как фарш перемешали, нужно его еще отбить, чтобы избавиться от лишнего воздуха. То есть берете кусочек фарша и со всей силы швыряете его обратно в миску. Готов фарш. Его получилось 2 килограмма 700 грамм. Тевтели от фрикаделек отличаются в основном размером. Ну и по составу есть некоторые нюансы. Но фрикадельки должны быть 10-15 грамм, а тевтели от 15 до 60 грамм. То есть вот максимальный вес тевтелей 60 грамм. Но я привыкла нарушать все правила. И я делаю тевтели 100 граммовыми. Так мне удобнее. Иногда я их еще могу расплющивать, чтобы их удобнее было обжаривать на сковородке. Здесь все уже зависит от вас. Делайте как вам удобно. И из этого количества у вас получится 27 100 граммовых тевтелей. А если вы сторонник делать тевтельки маленькими, то у вас их получится еще больше. Формуем тевтели. Берем немного фарша. И вот таким образом делаем шарик. Здесь немножко меньше. Можно добавить. Поделили на 28 тевтелей. Теперь сбрызгиваем руки водой. И будем их формовать. Перебрасывая из ладошки в ладошку. Должны получиться вот такие шарики. Если вы свои тевтели не планируете запекать в духовке, то можете их сделать в форме беточков. Также изначально формуем шар. А потом чуть-чуть его расплющиваем. Делаем более ровные краешки. Готово. Тевтели готовы. 8 штук мы запечем в духовке. А остальные отправляем на будущее в морозилку. В ротвишок смазываем растительным маслом. Укладываем 8 тевтелек. Наливаем немного воды. 120 грамм. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Примерно на полчаса. Да, да, да. Я знаю, что тевтели чаще всего запекают в соусе. В сметанном, либо в томатном и в других. Но мы сегодня сделаем чуть-чуть иначе. Ну, а эти отправляем в морозилку. Полчаса прошло. Вот так выглядят сейчас тевтельки. Отправляем их обратно в духовку. Увеличиваем температуру до 250 градусов. И держим еще 5-10 минут. Тевтели готовы. Подаем. Готово. Пробуем. Здорово. Обалденно. Особенно с пюрешечкой и этой подливкой будет вообще высший сорт. Подожди. Вот такие замечательные тевтели. Вот такие тевтельки у нас. Хватит ржать. Сазонов ты достал. Вот такие тевтели у нас получились. Уверена, получится и у вас. Не пожалейте лайка. Поделитесь этим видео в соцсетях. Ну и активнее подписываемся, конечно. Жмите на колокольчик. Ну, а мы прощаемся. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok